приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня будем готовить болонскую колбасу причем для меня было открытием что болонскую колбасу изготавливали в СССР причем в СССР в 46 году Лариса раскопала гост 46 года естественно мы его немножко доработали почему потому что по госту тут на килограмм колбасы идет 30 грамм соли и 0,35 грамм селитры селитру мы не используем будем использовать нитритную соль но я считаю что это более безопасно и более правильно по всем остальном придерживаться и в процессе изготовления и как бы в ингредиентах придерживаемся госта 46 года вот интересно ну в количестве соли да про количество соли скажу интересно попробовать колбасу которую употребляли и продавали населению в советском союзе после войны ну вот собственно говоря колбаса состоит причем гост очень строгий никаких копыт никаких шкур никаких субпродуктов исключительно мясо и так друзья по госту на болонскую колбасу по госту 46 года идет 1946 естественно идет 150 грамм говядины у нас вот такой вот замечательный кусочек 400 грамм 450 грамм нежирной свинины 200 грамм жирной свинины это такая почеревка у нас и 200 грамм шпика из ингредиентов значит по поводу соли 30 грамм соли ну как бы мы посчитали что это много посоветовали с ларисой значит взяли смесь 10 грамм нитритной соли 0 4 процента нитритная соль и 10 грамм поваренной соли смесь перцев по полграмма причем я тоже считаю что это маловастенько но будем делать именно по этому госту потому что ну вот реально интересно по полграмма мускатного ореха молотого и белого перца черного перца вообще нету и один грамм сахара тут вообще не видно в этой пасочке 150 миллилитров воды первое что нам надо сделать друзья это засолить мясо что я сейчас и сделаю и в идеале мясо солить ну как написано в гости мясо солится отдельно ну засолим все вместе просто будем перерабатывать отдельно я думаю что но не подерется у нас конечно когда в промышленных масштабах делается значительно проще там 350 килограмм говяди и 150 килограмм говядины 450 килограмм свинины разделить соль и все засолить отдельно так как мы делаем всего лишь килограмм то засолю все вместе порежу на кусочки которые удобно будет потом помещать мясорубку говядину свининку наконец-то у нас ножи хорошо режут кто же себя похвалить как не сам я купил очень классную точилку для ножей и теперь развлекаюсь заточкой ножей вот надо теперь только новые ножи купить хочу кстати купить ножи бергов мне кажется хорошее сочетание цены и качества друзья если кто-то пользуется напишите в комментариях если есть опыт использования ножей бергов напишите в комментариях как сами ножи жирную свинину чтобы потом ничего не напутать потому что перерабатывать ее надо будет отдельно порежу так вот такими полосочками чтобы вы ее потом отличили там и и так отличим собственно говорят они видно что она жирная свинина друзья теперь посыпаем все это равномерно смесью нитритной и поваренной соли сахар сюда же добавляем сахар в соль как мне лариса посоветовала а тут 1 грамм тщательно все перемешиваем чтобы у нас все равномерно засолилась а так я не сразу всю соль туда бух и все по частям по-моему 20 граммов соли много в гости написано 30 это меня конечно немножко смущает может 46 году народа населения советского союза любила соленую колбасу но мы такую соленую не любим поэтому рецепт и изменили накрываем это дело пищевой пленочкой друзья и отправляем в холодильник на засолку на одни сутки можно засолить и двое суток результат этого будет только лучше мы будем солить одни сутки вот таким вот образом и так друзья за меня засолилась друзья для баллонской колбаски вот посмотрите она стала ярко красная это так работает нитритная соль теперь его надо перекрутить в принципе по госту и по рецепту мясо свинина и говядина перекручивается отдельно но в силу того что у нас очень маленькое количество будем перекручивать его вместе ну думаю не подерется получается говядину и не жирную свинину мы перекручиваем на самую мелкую решетку и будем после этого измельчать на кутере поехали перекрутили нежирную свинину и говядину и теперь для жирной свинины друзья поменяем решетку возьмем самую крупную решетку из тех которые у нас есть поменяли решетку на более крупную и перекручиваем всю жирную свининку у нас должна получиться колбаска с очень красивой структурой свининка перекручена и теперь надо нарезать наш шпик друзья шпик лучше чтобы был охлажденный чтобы его удобнее было резать нарезаем его на кубики где-то 6-7 миллиметров порежь эту часть на кубики или чуть-чуть порежь на кубики чтобы было видно какие кубики и потом будем дорезать уже сильно подморозился до частично вот такого вот размера нам нужны кубики друзья нарежем весь шпик нарезали мы шпик друзья вот такими вот кубиками разбираем их чтобы они не были но вот когда режешь сало оно слепается до в такие конгломераты разбираем чтобы у нас получились отдельные кубики ну да не вообще конечно отдельные но по крайней мере вот эти вот после порезки блоки разделяем скажем так чтобы чтобы оно хоть как-то было по отдельности и отправляем наш пик в морозилку на полчаса шпик можно чуть больше хорошо должен подморозиться то есть он должен быть сильно подморозенный ну на сколько минут на 45 или на час надо смотреть то есть если морозильник пустой вот он может быть и 40 минут достаточно чтобы он подморозился если в общем друзья отправляем шпик в морозильник на час мелкий фарш там где у нас смесь нежирной свинины и говядины помещаем в пакет для заморозки и тоже отправляем в холодильник на ну фарш где-то минут на 40 вот по количеству я смотрю то есть он не должен превратиться в льдинку но должен хорошо охладиться крупный фарш который у нас сделан из жирной свинины просто ставим в обычный холодильник чтобы он охлаждался подмораживать его не надо и друзья нам надо подготовить оборудование для дальнейших действий нам понадобится кутер вот такой вот измельчитель мы используем промышленный кутер но изначально готовили колбасу на вот таком вот измельчителе от кухонного комбайна и понадобится кухонный миксер кухонный миксер или тестомесильная машина что у вас есть в хозяйстве то и подойдет все подморозилась у нас друзья следующим действием нам надо взять наш нарезанный шпик и отдать обдать кипяточком причем хорошенько его так обдать вот сейчас лариса покажет как делаем это для того чтобы когда мы будем нарезать колбасу у нас сало не вываливалась отдельными кусками чтобы оно ну грубо говоря мы с него смываем верхний слой жира скажем так чтобы она у нас хорошо вмешалась фарш чтобы получилось однородным с нашим фаршем так вот его разделяем каждый кусочек по отдельности чтобы был чтобы у нас не было сливших кусочков и оставляем его чтобы водичка наша стекла далее друзья приготовим из нашего фарша который мы подморозили эмульсию для этого поместим фарш в измельчитель в кутер и мы приготовили 150 миллилитров ледяной воды именно ледяной то есть ну вплоть до того чтобы чтобы она должна быть подмороженная нам важно чтобы температура фарша не поднялась выше 10 11 по цельсию пока мы будем сбивать ну врезать его в эмульсии также мы приготовили специи к о которых говорили изначально у нас уже готовая смесь хорошо подморозилась до ничего страшного рассыпаем специи по поверхности нашего фаршика добавляем часть водички и начинаем измельчение через минуту добавим оставшиеся воды и продолжаем измельчать где-то в течение 3-4 минут сейчас покажем что у нас должно получиться приготовили эмульсию друзья показываю какая она должна быть так не упадет вот такая вот кашеобразная субстанция как тесто и теперь смешаем все ингредиенты с помощью миксера приготовим уже непосредственно фарш для набивки в нашу колбаску поместили эмульсию в чашу от миксера туда же добавляем жирный фарш но фарш из жирной свинины и запаренный шпик теперь надо хорошенько вымесить полностью весь фарш с помощью миксера ну либо такого миксера как у нас которые стационарные либо же обычный ручной кухонный миксер просто кладем ну помещаем весь фарш в мысочку и ручным миксером хорошо вымешиваем где-то в течение пяти минут друзья вымесили фарш друзья и сейчас покажу у нас получилось совершенно однородная такая попадает не буду подымать вот так вот видно совершенно однородная масса давайте немножко приблизим чтобы было понимание до какого состояния его надо вымешивать то есть абсолютно вот крупный фарш и сало полностью вмешалась фарш и друзья теперь набьем его в оболочку друзья в колбасный шприц используем коллагеновую оболочку диаметром 80 миллиметров покупали в интернет-магазине ем колбаски классный интернет-магазин первый очень классный тем что доступен и в украине и в российской федерации а что дырочка да вот перехвалила интернет-магазин получается коллагеновая оболочка с дырочкой друзья сейчас поменяем на другую лариса предложила заклеить испорченную оболочку я отклонил это предложение поэтому замочили новую коллагеновую оболочку на 10 минут за вами замачиваем горячей воде где-то температурой 60 70 градусов и начинаем набивку друзья надеваем оболочку на цепку плотненько придерживаем сейчас уплотним батончик и собственно говоря мне надо вот отсюда фарш из цепки переместить непосредственно саму колбаску и будем завязывать друзья запрессовали колбаску завяжем теперь хвостики таким вот образом здесь завязываю сейчас лариса ее подкрутить немножко чтобы уплотнить вот так вот подкручиваем уплотняем завязываем с противоположной стороны все готовно батончик и теперь друзья берем иголочку если где-то есть воздух если где-то попал в колбаску воздух при набивке накалываем ее вот так вот как это делает лариса после этого помещаем колбаску на усадку в холодильник на одни сутки то есть завтра будем ее готовить очень красивый батон получился я думаю колбаса будет просто потрясающе до завтра дорогие друзья дорогие друзья наша колбаска провела в холодильнике ночь батончик немножко что не сегодня все падает батончик немножко уплотнился вот так вот он выглядит три часа назад мы его вынули ну достали из холодильника чтобы произошел процесс так называемые отепления и следующий этап друзья процесс ферментации помещаем нашу колбасу в духовой шкаф разогретый до температуры 55 градусов по цельсию на 30 минут важно поддерживать температуру достаточно четко то есть желательно чтобы температура вот была четко в установленных пределах что еще хотел сказать на 30 минут помещаем да и включаем конвекцию в духовом шкафу через 30 минут перейдем к следующему этапу процесс ферментации закончен друзья поднимем температуру до 95 градусов в начале ставим щуп а потом будем подымать и вставим в батончик колбасы щуп кухонного термометра если у вас нет такого дистанционно кухонного термометра тогда можно использовать обычный щуп для барбекю с термометром так как температура здесь небольшая с самим щупом для барбекю в духовке ничего не произойдет и так друзья вставили щуп подымаем температуру нагрева до 95 градусов оставляем работающую конвекцию и процесс обжарки длится у нас 40 минут концу процесса обжарки нам надо приготовить емкость с водой которую бы мы могли поставить в духовку в нашем случае мы будем ставить сковородочку это будет следующий этап расскажу о нем немножко позже просто пока вы обжариваете колбасу продумайте чтобы вы могли поставить под колбасой на нижнюю полку духовки и налить в эту емкость ну какую емкость вы могли бы поставить и налить нее воды друзья и так через 40 минут вернемся через 40 минут друзья переходим в процессу варки поместим в духовку вот у нас такая старая сковородочка с водичкой помещаем туда нашу колбаску понижаем температуру до 80 градусов и выключаем конвекцию будем варить этот процесс называется варка будем варить нашу колбасу до достижения температуры внутри батона 69 градусов я включаю секундомер засеку время и в конце варки скажу вам сколько у нас это заняло времени и так поехали внутри батончика нашей колбаски достигла 69 градусов друзья и мы приготовили емкость с ледяной водой и будем ее купать помещаем нашу колбасу что не помещается помещаем нашу колбасу в емкость ледяной водой на полчаса сейчас мы быстро будем менять емкость потом еще ложится набирает другую емкость побольше немножко мы не рассчитали друзьям и ничего страшного это не критично то есть наша задача сейчас поместить колбасу в емкость ледяной водой на полчаса после этого оставляем ее ну помещаем в холодильник и оставляем до утра приходить чувство так сказать она должна отдохнуть немножко а завтра утром друзья продегустируем нашу балонскую колбаску что у нас получилось оценим так сказать я покажу разрез ну в общем назад я наша баланская колбаска отдохнула так выглядит батончик отличный плотный совершенно не мягкий ну и посмотрим что там внутри а кстати вчера не сказал по поводу время приготовления потому что она вас не поместилась кастрюльку как вы видели немножко сбила меня это смысле готовилась она 1 час 30 минут вот последний этап арка до достижения до достижения внутри батона температуры 69 градусов заняла при температуре в духовке 80 градусов 1 час 30 минут но это друзья не панацея разные духовки разный объем колбасы то есть во первых толщина во вторых объем вес поэтому используйте всегда кулинарный термометр или щуп для барбеку и так друзья разрежем по моему прекрасно а запах какой великолепный колбаса балонская сразу же сниму оболочку чтобы показать чтобы показать шкурочку оболочка прилипла немножко это плохо очень плохо она снимается с корочкой снимается нормально я просто как-то плохо начал снимать в общем сейчас друзья показываю разрез после этого пробуем и так разрез нашей балонской колбасы совершенно однородная колбаса это отверстие от щупа но есть немножко немножко поры зажаристая корочка вот видно на ну чуть-чуть поджаренное на отрезанном кусочке и очень очень хорошей плотности то есть колбаска не рыхлая полностью готовая ну мне очень нравится результат вот так вот это выглядит друзья ну и давайте попробуем давайте попробуем какая-то главный дегустатор лиза не может усидеть у ларисы на руках есть срочно надо сюда сейчас мы ее угостим вначале я попробую лиза спрыгивай будешь тоже пробовать друзья потрясающая колбаса просто невероятно отличный мясной вкус вообще ничего лишнего помните я вначале говорил что очень мало специй мы ложим среднем лист попробуйте пожалуйста скажи нам свое мнение мы ложим среднем вареную колбасу в два раза больше то есть плюс-минус конечно но среднем два раза больше вот очень классно ну собственно говоря мне очень нравится очень отчетливый мясной вкус колбасе очень классная очень классная структура считаю правильно приготовлено но единственное что немножко пористая совершенно немножко но совершенно это не влияет на вкус офигительная колбаса ну и хорошо что мы уменьшили количество соли все-таки по соли она как раз нормальная то есть если бы мы положили столько сколько написано в гости мне кажется она была бы чересчур соленая напомню друзья готовили мы колбасу болонскую по госту ссср сорок шестого года вообще у меня потрясающая книга оказалась в руках госты 30 какого года 38 издания до госты ссср колбасы колбасы мясных изделий 38 года огромное поле для деятельности поэтому ждите много очень интересных видео госты очень строгие все совершенно мясные но единственное что во всех гостах конечно будем менять селитру на нитритную соль потому что абсолютно везде селитра балонская классическая балонская колбаса по госту ссср сорок шестого года получилось просто невероятное реально колбаса очень вкусная друзья рекомендую вам пробуйте уверен вам наверняка эта колбаса понравится если у вас есть какие-то вопросы по приготовлению задавайте их комментариях абсолютно на все комментарии я отвечаю или я или лариса мы в любом случае отвечаем обязательно и отвечаем достаточно быстро подписывайтесь на наш канал чтобы не посту не пропустить новые интересные рецепты друзья ставьте пальцы вверх а мы будем снимать для вас новые видео всего доброго пока